Белорусов продолжает радовать теплая солнечная осень, но спасателям такая погода только прибавила работы. В Беларуси горят торфяники и машинам МЧС приходится выезжать на осушенное болото по несколько раз за день. И в некоторых полесских районах уже введен запрет на посещение лесов. Чем опасны подземные пожары и как их устраняют, мнение экспертов у Виктории Патони. Местные жители деревни Лопча уже несколько дней живут в дыму. Запах прогоревшего брикета на каждом подворье в нескольких метрах от леющего торфяного поля дом Просковьи Ковалец. Женщина говорит, сколько живет, такого пожара здесь не помнит. Тут горел, прямо такой гул шел. Я испугалась, думала, сараи сгорят. Да, вышла, думаю, господи, что такое здесь. Вообще страшно, первый день, когда горело было, то вообще страшно. Сегодня на Полесье торфяники горят в четырех районах. Все пожары локализованы, однако тушить их сложно. Спасатели уже использовали тонны воды. Огонь сдерживают специальные траншеи. Ситуация непростая, но находится под контролем. Тушить торфяники нужно специальной термозащитной обуви. Ведь температура земли здесь такая, что закипает вода. Опасность подземных пожаров еще и в том, что образовываются так называемые прогары. Иногда они достигают полутора метров в глубину. Туда могут провалиться люди и техника. Такие пожары в экосистеме, по мнению экспертов, чаще всего происходят именно по вине человека. Влияет на развитие событий и погода. Самые пиковые месяцы года, когда высокая опасность горения торфяников в лесах, это, как правило, апрель-май и август-сентябрь. Для ноября это неестественно. Последние месяцы они отличались не только сухостью, но и еще хорошим ветровым режимом. И поэтому торф переосушился. И, естественно, это послужило своеобразным таким спусковым механизмом для возгорания торфяников. Только за последнюю неделю спасатели Брестской области выезжали на тушение пожаров на торфяниках 39 раз. По сравнению с пиковыми месяцами ситуация в ноябре не просто неестественна. В четырех районах на Полесье сохраняется третий, а местами четвертый уровень опасности. Действует запрет на посещение лесов. Основной акцент делается на раннее обнаружение торфяных пожаров. Соответственно, раннее обнаружение – это их ранняя ликвидация, наименьшие затраты, наименьший ущерб экологии. Ежесуточно фиксируется более 10 пожаров в экосистемах. Из них значительная часть на территории Брестской области. Горение торфяников, по словам экологов, неблагоприятно сказывается на окружающей среде. Пока погода теплая и сухая, пожар может вспыхнуть от одной из кры. Виктория Патония, Сергей Лушников, агентство теленовостей. Действует... Бреста. Бреста.